Добрый вечер, это как всегда в конце недели мы говорим о ЖКХ на чистоту. В результате многочисленных, но не доведенных до конца реформ, у нас в городе появилось такое явление, как бесхозные территории. Что такое бесхозные территории? Это те территории, которые не находятся ни у кого на балансе, и соответственно никто их не обслуживает. Никто не поддерживает санитарное состояние. Отсюда и это разбитые межпорталки, нерабочие ливневки и стихийные свалки. Первым этапом борьбы с этим явлением, это была та инвентаризация, которую мы уже осуществили в Суворовском районе. Об этом мы уже говорили, на этот счет уже есть исполкомовское решение. И мы сейчас ждем конкурса районной администрации, на котором и выберут ту компанию, либо ряд компаний, которые будут обслуживать эти бесхозные территории. Силами это КП «Городские дороги». Сейчас мы начинаем делать инвентаризацию наших межпорталок. Также в этом будут участвовать наши ЖКСы. Что это нам даст? Это позволит в дальнейшем качественно и полноценно обслуживать те сети, те ливневки и сами дороги, которые находятся в Межпорталке. Еще одной незавершенной реформой является вывоз мусора в частном секторе. Где-то стоят баки, где-то работают машины позвоночные. Мы это помимо того, что создаем карту санитарной очистки города, что позволит нам систематизировать в целом эту работу с бытовыми отходами и вывоз их. Мы хотим использовать такой достаточно успешный мировой опыт, как малые баки. Мы говорили о том уже, что в феврале месяце будут закуплены малые баки, и в качестве этого пилота мы начнем использовать их в Киевском районе. Так вот, отчитываюсь. Баки уже закуплены. Сейчас заключаются договора. С 10 марта эти баки мы уже начинаем уставлять по первому маршруту. И к 16 марта первый маршрут уже должен это полноценно заработать. Я думаю, что этот опыт, эта работа с малыми баками, он хорошо себя покажет. И в дальнейшем ляжет в основе вывоза бытовых отходов в частном секторе в Одессе. Ну и в завершении хотелось бы наших женщин поздравить с наступающим 8 марта. Мирового здоровья, женского счастья и хороших людей рядом, и чистого города. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч.